Отборочный этап 7-го национального чемпионата «Обилимпикс-2021» стартовал в Наринмаре. Соревнования по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ненецком округе проходят с 4 по 17 октября. Участие в них принимают победители регионального чемпионата «Обилимпикс», который состоялся в НАУ в апреле. Отборочный этап проходит в очно-дистанционном формате в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Диана Мазанова – победительница регионального этапа «Обилимпикса» в компетенции «Художественная вышивка». Отборочный этап на национальный чемпионат происходит в России впервые. Почти полтора часа под прицелом видеокамер, так предписывает положение конкурса, она стежок за стежком создает конкурсную работу. Своим результатом Диана осталась не очень довольна. Немножко, да, было сильновато. Где-то я забывала швы. Вот так вот. Там определенные швы должны быть, да? Да, определенные. Там указаны, какие швы ты берешь и вышиваешь эти швы именно. Участие в чемпионате «Обилимпикс» Диана принимает не первый раз. Классный руководитель однажды заметила талант девочки и помогла ей поверить в свои силы. Вышиваю рисунки разные, сложные, легкие. Всякие узоры тоже пытаюсь сложные, пытаюсь как-то их вышить, чтобы они у меня получались хорошо. Все делаю как надо. На отборочном этапе Ненецкий автономный округ представляют восемь участников в восьми компетенциях по трём категориям. Все они победители регионального чемпионата «Обилимпикс», который прошел в регионе в апреле. Тогда на соревнования вышли 53 человека за право пройти в седьмой национальный чемпионат «Обилимпикс». В эти дни борются порядка двух с половиной тысяч школьников и студентов из 85 субъектов России по 75 компетенциям. Представители нашего региона участвуют в вязании крючком, парикмахерском искусстве, изобразительном искусстве, художественном вышивании. В категории студенты в компетенциях – обработка текста. В категории специалисты в компетенциях – обработка текста, вязание спицами и предпринимательством. Обязательно нужны такие конкурсы для детей. Тем более, дети тоже хотят себя реализовать как-то. И непосредственно через компетенции много сейчас происходит. И вязание крючком, и вышивка, художественное вышивание, и парикмахерское дело. Потом они могут себя реализовать. Все задания участники соревнований выполняют под наблюдением экспертов в очно-заочной форме. А чтобы этого достичь, используется онлайн-трансляция. Время выполнения заданий в каждой компетенции – свое, как и особенности организации рабочего места. Ведется прямая трансляция в YouTube. На нее подключаются множество регионов. В том числе основные идут – это Москва и Питер. Там сидят эксперты, которые оценивают полностью правильность работы и технологичность всего обустроенного. По итогам отборочных соревнований будет определён состав команды региона на седьмой национальный чемпионат «Обилимпикс-2021», который пройдёт с 16 по 18 ноября этого года в Москве на ВДНХ. Добавлю, «Обилимпикс» – это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В рамках движения проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат «Обилимпикс» проходит в России в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы. Повышение конкурентноспособности профессионального образования» – национального проекта образования.